Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Российским телеканалам поручили увеличить число фильмов в передачу о традиционных ценностях. Автором инициативы выступила вице-премьер РФ Татьяна Куликова, которая отметила, что необходимо подготовить информацию о количестве программ, направленных на сохранение семейных ценностей, пропаганду многодетностей, транслируемых в эфирах телеканалов с предоставлением информации о количестве часов, выделяемых на данные программы в сутки. Минкультуры, Минцифры, Росмолодежи, Минпросвещения, Минтруда в ГТРК и Первому каналу предстоит представить предложение об увеличении доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовных нравственных ценностей, включая такие ценности, как крепкая семья, брак, многодетность. Тайские рейнджеры нашли обезьянный склад украденных вещей. В национальном парке обезьяна в очередной раз выхватила у туристки сумку, в которой было порядка 50 тысяч бат, то есть где-то в районе 100 тысяч рублей. Примат искал вкусности и, не найдя их, выкинул сумку со скалы. Женщина обратилась к рейнджерам парка, умоляя их найти ее вещи. Рейнджеры обнаружили сумку в каньоне на глубине 100 метров, куда приматы сбрасывали бесполезные для них находки. Теперь жертв грабителей ищут, чтобы вернуть ценности. В Индии умер миллиардер и депутат от Единой России Павел Антонов. Как сообщает индийская телекомпания NDTV, российский депутат выпал из третьего этажа отеля, где праздновал свой 65-летний юбилей. Полиция расследует его смерть как суицид. По словам старшего офицера Антонова, находился в депрессивном состоянии из-за смерти друга Владимира Бединова, который скончался в той же гостинице аж 22 декабря. Павел Антонов, депутат Законодательного собрания Владимирской области в 2018 году, Форс оценил его состояние в 10 миллиардов рублей. Тогда он возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников РФ. А что тут думать? Очень прекрасно. Путин в свое время раздал достаточное количество денег разным людям, чтобы в разное время эти деньги, собственно, собирать. А когда депутаты привыкли, что у них очень много денег и жить на очень большую ногу, когда их попросили деньги вернуть, а им очень сильно не хотелось. Вот поэтому и начинается непонятный падеж абсолютно случайным образом в абсолютно случайных странах абсолютно неслучайного мира. Южная Корея выявила первый случай заражения, поедающий мозг амебой неглиофаулера, которая проникает в организм через нос, мигрирует в мозг и поражает его, вызывая первичный обмезный менингаецефалит. 10 декабря пациент вернулся из Таиланда. Он умер 21 декабря после появления симптомов. Среди них головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи. Симптомы развиваются быстро, инфекция смертельно. Поэтому важно раннее обнаружение заболевания, говорят южнокорейские врачи. Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-сенатора от Карачаева-Черкесии Арашукова и его отца по делу об убийствах и преступном сообществе. Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале соседания Софеда в 2019 году. В СК считают, что он по заказу своего отца Рауля, которого следствие называют главой ОПГ, организовал убийство зампреда молодежного движения АДГ ХС Жукова и Совета президента Карачаева-Черкесии Шепсухова. Вину Арашукова не признали. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.